всем привет сегодня вашему вниманию хочу представить адаптер от алексея рыжкова это адаптер для сканматик 2 и 2 pro для программирования блоков 53 71 модуль pcm flash также здесь автоматическое управление бут пинами cnf 1 3 3 вольта и два бута через 1 килоом на массу тоже самое cnf 1 килоом на 3 3 вольта сейчас разберем посмотрим что там внутри и дальше будем разбирать каждый провод винтики вытащили давайте его откроем и посмотрим что там внутри 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 сделано все качественно то есть специально чтобы провода не выдернули сделан хомут идеальная пайка то у нас на обратной стороне на обратной стороне силовая микросхема управления автоматическим питанием диоды резисторы светодиоды то есть вот так выполнена пайка размещение элементов вот такой вот адаптер сделано прямо как на заводе давайте посмотрим вот хелп я составил здесь прямо по проводам какой провод что у нас обозначает на этом адаптере так давайте смотреть красный это у нас питание автоматическая 12 вольт черный понятно что это масса белый канхай зеленый канлоу желтый черный с зеленым кембриком это калайн желтый gpt1 оранжевый gpt2 фиолетовый vpp для чего нужен этот провод этот провод нужен для программирования митсубиси оттуда выходит 17 вольт но он предназначен только для сканматик про сканматик 2 этот провод не поддерживает значит смотрим дальше синий это цены f1 3 3 вольта через один килоом для 53 модуля серый это бут через один килоом на грунт то есть этот для бут пинов и розовый аукс для программирования honda и ford pvm только для сканматик про только сканматик про поддерживает это для модуля 71 разборка блока не требуется а чтобы показать работу с 53 модулем сейчас мы этот блок откроем блок у нас и мег 17 9 12 теперь блок тщательно прогреваем феном тем лучше погреем тем быстрее она откроется берем вот такое приспособление это нам чтобы зацепиться до одной из сторон закручиваем потихоньку благодаря тому что мы нагрели она уже поднялась теперь мы подцепляем здесь как у нас уже крышка приоткрылась подцепляем отверточкой то же самое делаем вот здесь спокойно натягиваем его вот так вот он открывается здесь держит его герметик герметик мы ножичком подрежем вот так вот раз и все можно и снимать вот блок мег 17 912 у нас открыт давайте мы с вами откроем help есть такой help trust data и найдем наш мег 17 912 вот он мег 17 912 процессор стоит у нас 62 вот блок сам вот дано подключение питания и дальше бут пин мы видим на блоке у нас получается бут пин вот этот вот вот так у нас получится точечка такая аккуратненькая нам остается к этому контакту припаять просто проволочку вот так вот мы ее поставим и припаяем вот такая получилась проволочка вот она на бут пин откуда мы брали проволочку для пин а вот элементарно взяли отрезали от диода например как вариант берем просто роль и откусываем ее все вот эту проволочку туда и припаиваем блок не подключили согласно help у вот тут у нас подключение также дали питание на адаптер давайте включим питание вот загорелись два светодиода светодиод на сканматике и светодиод на адаптере теперь на сканматик мы включаем usb все компьютер его определил берем либо коричневый либо серый провод который у нас ведут и прикрепляем к нашей проволочкой которую мы припаяли открываем PCM флэш адаптер мы выбираем сканматик 2 здесь мы выбираем модуль 53 и нас интересует 62 процессор нажимаем идентификация управление питанием вот он нам показал процессор 1762 нажимаем чтение галочка стоит автоматическое управление питанием нажимаем ok и видим включение светодиодов и пошло считывание блока светодиоды на адаптере горят то есть автоматическое управление питанием автоматическое управление бутпином вот у нас идет чтение читает довольно быстро вот уже флэш прочитана у нас сохраняем эту флэш также выберем епром прочитаем все это быстро делается теперь с помощью этого же модуля оптимизация записываем епром оптимизация здесь можно ничего не снимать никакие галки нажимаем ok все епром записан теперь выбираем флэш нажимаем нажимаем записать контрольные суммы исправлены потому что он какую-то контрольку видимо там не нашел нажимаем нажимаем и все файл записан так отработал пятьдесят третий модуль теперь давайте снимем бутпин вот так вот просто отцепляем все проволочка пока остается на месте потом мы ее отпаяем и давайте подключимся для семьдесят первого модуля для этого нам нужны контакты только g5 для того чтобы посмотреть контакты g5 давайте зайдем на форум pcm flash откроем тему семьдесят первого модуля и посмотрим егэ 17 9 12 то есть получается семнадцатый у нас g5 1 39 g5 2 вот так мы подключили два дополнительных провода g5 1 у нас желтый g5 2 оранжевый bootpin естественно подсоединять не надо по новой открывать pcm flash мы не будем мы просто отсюда чистим все данные выберем модуль 71 и нажмем идентификацию нам задают вопрос хотим ли мы автоматическое питание использовать нажимаем да включаются сразу же огоньки все идентификация выполнена вот так быстро смотрим 62 процессор сейчас мы работаем уже 71 модулем который не требует разбора и б.у. нажимаем чтение флэш у нас 62 выбрана все пошло чтение напоминаю работам 71 модулем без скрытия но адаптер остается прежним от алексея рышкова то есть и 53 модуль и 71 он поддерживает вот так быстро чтение у нас уже завершено сохраняем флэш также берем читаем епром все и пром прочитан молниеносно ну и то же самое сейчас мы зальем открываем и пром и делаем запись галки никакие не снимаем нажимаем ok запись выполнена теперь мы открываем флэш и так же нажимаем записать галочки оставляем все блок записан здесь мы с вами спокойненько отпаиваем нашу проволочку которую мы припаивали для бут и теперь можно закрыть блок в принципе он готов и так мы сегодня с вами посмотрели великолепную работу адаптера от алексея рышкова с 53 и 71 модулем PCM flash на новый год алексей планирует разыграть адаптеры то есть у него будет на канале розыгрыш это будет все в описании подписывайтесь на его канал и получите в подарок от деда мороза адаптер все наш обзор сегодняшний проведен всем счастливо удачи и всего самого наилучшего алексей ну Продолжение следует...